В последние дни в Латвии фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом, однако поток туристов из Эстонии и Литвы туда пока не хлынул. На связи с нами по скайпу журналист латвийского радиоболтком Вадим Родионов. Вадим, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги, здравствуйте. Какая ситуация сейчас наблюдается в Латвии? Действительно ли можно сказать, что ситуация стабилизировалась и случаи коронавируса действительно единичные? Ну, можно сказать, что случаи коронавируса единичные, хотя бывают такие вспышки, в частности, в одном из пансионатов социального ухода, в частности, на днях была констатирована вспышка, там заболело более 10 человек, только во второй заход. Это удивительный случай, потому что этот пансионат был закрыт на карантин, и странно, что, несмотря на то, что он находился в жестком отцеплении, тем не менее, там перед неделю после первых зафиксированных там случаев были снова констатированы случаи заболевания COVID-19. Что касается общей ситуации, это действительно фиксируется всего по несколько новых случаев COVID-19 в день, и можно сказать, что сейчас ситуация стабилизировалась, хотя власти говорят о том, что нужно соблюдать осторожность, что расслабляться еще рано, и что пока еще рано говорить о полном снятии ограничений, они возможны, но только в таком постепенном режиме. Поэтому, да, ситуация не выглядит драматичной, но, повторюсь, власти говорят, что расслабляться еще рано. Ну, нас, конечно, интересуют ограничительные меры. Коль скоро границы открыты, то многие жители Эстонии могли бы отправиться в Латвию. Другая заграница нам пока и недоступна, по сути-то. И в этом отношении, например, в Эстонии, ношение масок не является обязательным. Рекомендованным, но не обязательным. А в Латвии, насколько мы слышали, в том же общественном транспорте ношение маски или чего-то закрывающего лицо обязательно. Что еще можно отметить из таких вот ограничительных мер? Ну, вы правы в том смысле, что действительно в общественном транспорте необходимо прикрывать лицо просто, ну, либо маской, либо можно это делать шарфом или другой тканью. Там, кстати, оговорено, что не обязательно, чтобы это была медицинская или гигиеническая маска. Продокс заключается в том, что министр здравоохранения, когда заявил об этом обязательном масочном режиме транспорта, сказал, что штрафовать никого не будут, потому что правительство не может обеспечить всех масками, соответственно, не станет, ну, принимая такие действия. А МВД, спустя буквально неделю, сказал, что все-таки штрафовать будет. Но так никто не понял, будут или не будут штрафовать. Контролеры, которые проверяют билеты в общественном транспорте, сейчас предупреждают, если, например, кто-то находится не в маске или не прикрыл нос и рот шарфом, то, соответственно, им говорят, что это нужно сделать. Что касается других ограничений, то у нас сейчас разрешено собираться до 25 людям. Все ждут, может быть, что это число будет увеличено. Частично начинают работать в таком камерном режиме музыканты, артисты. И вот, в частности, один из выдающих классических пианистов, Андрей Автокин, планирует в ближайшее время провести концерт в формате 25 человек. То есть как-то все потихоньку начинает использовать эту ситуацию. То есть в том числе и сектор массовых мероприятий, конечно, хотя все относительно, 25 человек, это очень небольшая цифра, но, тем не менее, эти ограничения сохраняют. В целом, здесь важно отметить, наверное, что в Латвии все-таки не такие жесткие ограничения, как во многих других странах Европы, но мы констатируем и по социальным сетям, что люди все-таки устали и от этого, и все, в общем-то, ждут, когда наконец пандемия закончится и чрезвычайная ситуация будет отменена. Коллеги? Но театры и кинотеатры, например, они готовы открываться ради тех 25 человек, которые разрешено впустить, или все-таки они еще пока закрыты? Пока закрыты, потому что театральные установки все-таки подразумевают больше людей, и еще нет такого. Ну, здесь, скорее, такие частные отдельные инициативы, актерские, там, все начинают появляться, но большие театры и концертные площадки, конечно, еще закрыты, потому что собираясь количество тысяч человек, еще важно подать дистанцию в 2 метра, соответственно. Это тоже вносит свои коррективы и ограничения. Коллеги? На август у вас назначены выборы в крупнейшем латвийском муниципалитете. В августе пройдут выборы в Рижскую Думу. Уже известно, в каком режиме это будет проходить? Да, 29 августа у меня середины выборы в Рижскую Думу. И сегодня, вчера, точнее, Центральная избирательная комиссия как раз выступила с обращением, сказали в частности о том, что все будут обеспечены масками, этот ЦИК планирует как раз сделать, что не будет кабинок закрытых для голосования, что будет необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра, и, соответственно, будут все ограничительные установлены и черты проведены, чтобы люди выходили друг от друга на необходимом расстоянии. В ЦИК пояснили, что если эпидемиологическая ситуация изменится, если поступят другие рекомендации от специалистов и эпидемиологов, в частности, то они будут изменены. Но пока так, голосовать придется в масках, и если человек придет без медицинской маски, ему она будет выдана на участок. Поэтому вот готовимся к такому голосованию, пока речь об отмене выборов или о переносе выборов в августе не идет. Коллеги. Что касается туристического сектора, в Юрмале, как мы знаем, естественно, находится главная такая зона отдыха, куда стремятся все приехать, в том числе и зарубежные гости. Мы слышали, что функционируют все-таки какие-то СПА и впускают туда людей, но, тем не менее, как вообще ситуация с коронавирусом отразилась на туристическом секторе? Ну, конечно, драматично, потому что, в общем-то, границы закрыты. И не секрет, что Юрмала, туда в основном приезжают люди из-за рубежа. Местный туризм, конечно, тоже есть, но он не может обеспечить этот город таким приливом средств, потому что Юрмала, как известно, живет сезон и потом, в общем-то, живет на те деньги, которые заработает. В этом смысле, конечно, ощутим серьезный провал. Ну, и в фестивале, например, «Лайма-рандеву», который проводит «Лайма-байкл», он тоже перенесен, и, соответственно, многие люди, которые купили билеты, там есть даже такие драматические истории. Ну, как драматические, слава богу, ничем это плохим не закончилось. Но, тем не менее, вчера ли так, радиобалком получила письмо от одного из жителей Пскова, который борется сейчас с Латвией, или с латвийскими компаниями, которые продавали билеты на «Лайма-рандеву». Он говорит, мне 66 лет, я нахожусь в зоне риска, и я, возможно, не доживу до следующего фестиваля «Лайма-байкл», и поэтому я требую, чтобы мне вернули деньги, а мне их не возвращают, а говорят, что вы получите лет на 2021 год. И он требует радиостанции, на которой я работаю, чтобы она все-таки осветила этот факт, и ему вернули деньги, потому что он боится не дождаться 2021 года. Ну, это скорее комический такой случай, слава богу, с этим человеком все в порядке. Но, тем не менее, действительно, Юрмала, конечно, сейчас, ну, она достаточно сильно пострадала, именно по причине того, что многие просто не смогли приехать из-за закрытой границы. Много россиян традиционно приезжают в Юрмал. Этот курорт пользуется популярностью у нашего большого восточного соседа. Все концерты в концертном зале «Зинтере» отменены. Сейчас этот знаменитый концертный холл пытается организовать какие-то онлайн-выступления, но это, конечно, такая суррогатная мера и такая вынужденная мера, которая, конечно, не может инфицировать отсутствие настоящих живых концертов и выступлений коллеги. Спасибо. У нас на связи был журналист от Латвийского радио «Болтком» Вадим Родионов. Спасибо. Спасибо.